Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема сегодняшней пресс-конференции Археологи Днепропетровского исторического музея презентуют находки за 2018 год. И у нас сегодня в гостях Александр Старик, заместитель директора по научной работе Днепропетровского исторического музея, кандидат исторических наук, руководитель археологической экспедиции. И Оксана Рудковская, заведующая отделом археологии Днепропетровского исторического музея. Оксана Владимировна, расскажите, пожалуйста, о находках за 2018 год. Хорошо. Дело в том, что, поскольку мы археологи музея, у нас направления разные, сборы находок. Конечно же, в первую очередь, это разведки и раскопки. Естественно, это очень-очень всегда волнует и наших посетителей, и вообще граждан города. Это же интересно что-то найти, правильно? Но найти нужно по правилам. Поэтому правила определяют, что существуют разведки с шурфовкой. Допустим, в этом году осенью сезон музейные археологи заканчивали разведкой на поселениях эпохи поздней бронзы. То есть как раз с шурфовкой, чтобы видеть, как в слоях лежит это поселение, какой процент остался этого поселения. И, естественно, раскопки. Уже пятый год, да, я не ошибаюсь, мы находимся на одном и том же памятнике. Памятник очень интересный, неоднозначный. Днепропетровская область, Апостоловский район, посёлок Токовский. И на север от посёлка, ближе к речке Каменки, в очень живописном, красивом месте, находится памятник археологии, который мы стараемся спасти от хозяйственной деятельности человека. Ну и от разрушений, которые приносят просто движение почв. Правильно, там яры могут разрастаться, превращаться в балки. Именно на этом памятнике была найдена вот такая корчага. Это средний бронзовый век. Она нам многое рассказала. То есть сразу хватать не получится из культурного слоя. Нужно посмотреть, как найден был этот сосуд. Определённым образом. То есть явно в нём были остатки пищи какой-то органической. То есть люди, наши предки, 4-5 тысяч лет назад в этом специальном культовом месте принесли в этом горшке какое-то подношение богам. И потом этот горшок разбили камнем. Рядом развели огонь, чтобы подношение быстрее достигло обоняния или самих богов с этой просьбой. И вот в таком виде мы его и нашли. Собственно, такой обряд можно уже реконструировать. И потом вам, нашим посетителям, рассказывать, во что верили, что чувствовали эти люди. Ну, в такие корчаги, вот она кажется такой совершенно некрасивой, но это совершенно не так. Она украшена орнаментом, гусеничный так называемый штамп. Ну, правильно его назвать гребенчатый. Вот такие маленькие ушки-ручки. Да, как вы думаете, для чего? Не для того, чтобы держать, а для того, чтобы подвесить. Даже мои небольшие пальцы сюда не входят. Сразу делаем выводы, что это было для молока. Или, быть может, как и сейчас, в селах, в поселках, когда дуют корову, сам сосуд, куда молоко стекает, держат, зажав коленями. Точно так же могли держать и этот сосуд, а потом подвесить. Ну, явно, чтобы молоко не разлилось, правильно? С этого же культового места, с этого памятника археологии происходит еще одна очень интересная находка. Это фрагмент так называемого жезла писта или жезла скипетра. Фактически везде на поселениях эпохи бронзы подобные скипетры сопровождают клады мастеров-летейщиков. То есть в этом году, именно этим летом, в северо-западной части Роскопа, мы вышли, скорее всего, вероятность 80%, наверное, процентов на, собственно говоря, место, где были, может быть, жили мастера-летейщики. Это еще нужно подтвердить. Тому клад литейных форм является подтверждением. Ну и вот фрагмент такого жезла скипетра. В музее есть и целые жезлы скипетра, и я думаю, все вместе это попадет в экспозицию. Мы планируем по итогам раскопок сделать выставку достаточно развернутую с рассказом о памятнике, ну и, естественно, с рассказом о наших работах на этом памятнике. Не только каменные орудия труда мы там находим, или, допустим, вот такие скипетры, хотелось бы, чтобы они были скипетры и керамические фрагменты, но и кремниевые орудия труда, или, допустим, заготовки от них. Ну, может быть, еще от щепа и сколы. Это и скребки разного плана. Ну, вот, как, допустим, мы взяли с собой несколько-два. Или вот то, что вы бы назвали перфоратором. Но только в современности перфоратор, но вот тогда перфоратор был вот такой. Для резец, можно еще сказать. И костяные орудия труда, как вот такая проколочка. Но в музей попадают экспонаты не только с раскопок, но бывают случайные находки жителей города, которые отправились на охоту, когда открыт был сезон охоты. И в Верхнеднепровском районе, в окраинах города Верхнеднепровск, в Кювете, был найден кинжал Акинак. Я вам сейчас его покажу. Сохранность у него замечательная. Здесь даже есть ребро жесткости. Видна заточка. Ну, не вся, но видна. Это кинжал, не меч. Это VI век до Новой эры. Ну, а чтобы наши посетители могли видеть больше находок археологических, тем более отдел археологии реконструирует дописьменную историю человечества. В первом зале, кроме тематических экскурсий, мы открываем мини-выставки, чтобы богатый археологический фонд нашего музея увидели жители города и гости города. У нас уже прошло 4 мини-выставки. Сейчас идет пятая. Называется она «Крошка-пложка», потому что рассказывает о миниатюрной посуде разных времен и народов. И если, допустим, трипольские сосудики, маленькие, вот такого роста, это действительно детская посуда, то курильница и неолита бронзового века – это как раз погребальная посуда, которую ставили в курганы, в погребения. Есть маленькие горшочки для детей хазар, маленькие скифосармадские горшочки лепные и несколько гончарных. На базе этой выставки мы еще планируем совместно с коллегами из научно-просветительского отдела, в выходные, это нужно следить за нашим сайтом, провести интерактивную обучательную экскурсию, где жители города могут попробовать создать такие горшочки, ну и, естественно, ответить на вопросы, для чего же эти горшочки создавались маленькие. Ну а там посмотрим, кто из них будет настоящим ученым. Спасибо большое. Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о планах на 2019 год, какие планируют эти экспедиции? Право в том, что у нас музейная деятельность, она очень разнообразная. Если мы будем описывать ее трьемя словами, то это классика – это увеличение фонда, сбережение фонда и популяризация фонда. И как раз за помощью археологических экспедиций мы и занимаемся этими формами работы. Тобто, почти каждого года коллекция нашего музея поповняется в среднем на 3000 экспонатов. И много из них – это именно археологические экспедиции, надают такую возможность. Этнографические, археологические экспедиции, дарунки, меценаты. То есть это засыпь пополнения коллекции. Сбережение теж у нас на належном уровне, и, соответственно, популяризация – это за допомогою выставок, за допомогою поширения информации про эти предметы, про экспедиции. И, кроме того, мы еще занимаемся тем, что намагаемся сбільшивать коллекцию за рахунок, например, тих самых камняных баб. Тобто, если вы знаете, наша коллекция уже сейчас – это 102 одиницы камняной пластики. В основном это кочевые культури, курганые культури. И если мы до них долучим хрести козацкого типу, позднего среднего века, если мы долучим античную скульптуру, то, в принципе, это довольно серьезная коллекция. И только в этом году мы ее пополнили уже на 6 одиниц. И, я думаю, вы помните, остальная одиница – это хрест, который был сделан из половецкой камняной скульптуры. И это, в принципе, снова-таки, памятник, который встречается довольно редко. И мы можем сказать про то, что это практика использования в друге половецкой камняной пластики. Потому что у нас есть несколько подобных экземпляров использования. Например, из частей камняной бабы снова-таки был сделан хрест. И это заслуговывает на окремую презентацию. И, возможно, мы снова-таки будем заниматься этой работой. В следующем году у нас работа довольно разноманітна. И в чем специфика музейной археологии? В том, что мы занимаемся разными периодами существования людства на нашей территории. В том числе и историческими периодами. В частности, у нас будет разведка по Царичанскому району. У нас будет работа, которая будет связана как раз с Казацкими камняными хрестами. В частности, сейчас идут перемоги. И, возможно, мы в Апостолевском районе, а это села Грушевка и Марьянске. Там сейчас довольно активные громади. И они хотят сохранить свою историю, свое минулое. И, возможно, если мы снова-таки домовимся, я думаю, мы домовимся, мы будем работать как раз с Казацкими камняными хрестами. И с камняными хрестами казацкого типу. Тобто, и 19-го столетия тоже. Потому что они исчезают майже каждого дня. Это без перебольшения. Потому что, на жаль, практика, когда через невелику, скажем так, культуру многих наших мешканцев, и камняные бабы, и камняные хресты, они идут або на фундамент, або просто при будівельных работах используются. Это как было в 19-м столетии, така практика, так вона у нас, на жаль, залишилась. Поэтому, если мы не будем зберегать эти памятки, то мы потом про них будем писать, как у нас Дмитро Иванович Яверницкий в описывом состоянии, в описывом состоянии, теоретично. И мы не сможем их побачить. Поэтому сейчас заведение музея сделать так, чтобы, по-перше, ця коллекция увеличилась, и, по-друге, чтобы каждый мешканец нашего края, чтобы его культурный уровень увеличился, и он понимал свое долучение, свой связок с минулим. Поэтому я считаю, что мы будем этим заниматься более активно. Скажите, пожалуйста, какая загальна кількість нахидок за этот год? Программа в том, что нахидок может быть очень много, и мы, скажем так, не подраховывали за каждую экспедицию, за каждую разведку, но есть своя специфика. То есть нахидки, которые вошли до коллекции, есть нахидки, которые не вошли до коллекции, а вошли, например, до польевого описа. И, снова таки, есть коллекция, это основный фонд, есть допомяжный фонд нашего музея. И, конечно, эти предметы, которые вы тут перед собой видите, конечно, это основный фонд нашего музея, конечно, эти предметы даже будут долучаться до экспозиции, потому что мы пытаемся сделать экспозицию динамичной. Чтобы не было такого, что человек пришел за часы школы, увидел предмет, и пришел через 20 лет и увидел то же самое, в принципе, что экспозиция не изменилась, а только заросла павутином. Поэтому мы пытаемся, это очень тяжело, потому что экспозиция у нас статичная, она сделана под каждый предмет, там своя ниша за размерами, очень тяжело делать ее динамично, но мы делаем это. А что до загального фонда, яка количество предметов вошла до загального фонда? Ну, скажем так, статистика, это несколько сотен, это несколько сотен предметов, честно, мы вам не скажем. Потому что, снова-таки, они расходятся по фондам и по разным коллекциям, но если мы будем говорить про экспозицию, например, в зале археологии, то там лишь больше двух тысяч предметов. И мы снова-таки пытаемся изменять эту экспозицию и долучать до нее предмети из остальных наших раскопок. И в основном, конечно, это территория областей, потому что музей популяризирует знахидки нашего региона. Уже поместили лунницу, золотую лунницу под виском. И даже часто бывает так, что человек приехал до города из своего села, например, и когда рассказывают про знахидки, она говорит, ну, конечно, я же звезда, я, в принципе, уже как-то долучаюсь до своей исторической, до своей минувшины. Поэтому наша миссия, я надеюсь, что она выполняется и будет продолжаться. Можешь что-то сказать про нахидку нахидку? Право тому, что тяжело визначити, какая нахидка нахидка нахидка, а какая нет, потому что все они вагомые. Мы понимаем, что памятки, они действительно возникают. И даже нам сейчас, мы это понимаем, важно и важно привозить те самые, если мы беремо камняную скульптуру, камень и ваби, их важно привозить. Потому что сейчас, если мы выехали на поле, то сразу появляются люди, хорошо, если это властники этого поля, но обязательно люди с оружием, которые пытаются объяснить, кто тут властник, кто нет. То есть, у нас много кто вважает, что если это на моем поле, это курган, это приватная властность, если это нахидка на моем поле, это приватная властность. И мы всем пытаемся рассказать о том, что все эти памятки – это государственная властность. И они должны сохраняться в музеях. И не всегда удастся, но я надеюсь, что все-таки мы будем проводить и разъясненную работу. Суть в том, что еще в многих странах, где действительно велика кількість памяток, там организаторы, которые занимаются охраной памяток, они много в чем военноизованы, милитаризованы. И, возможно, это надает определенный результат, потому что у них есть и каральная функция тоже. У нас, в наших памяткоохранных организациях такой функции нет. Спасибо. Может, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, в последнее время вы сталкивались с следами деятельности черных археологов. Насколько это вообще мешает вашей работе? Мы постоянно с этим общаемся, тем более, что сейчас, скажем так, висловь черных археологов – это романтизирует грабежников. То есть это банальные люди, которые грабуют наши памятки. Мы не можем сказать, что есть черные археологи, есть люди, которые занимаются пошуком. Сейчас это очень популярно, просто на выходных много кто берет металодетектор и гуляет по нашим полям. И они считают, что они не делают ничего противозаконного. Просто находят какие-то монетки, просто находят какие-то металевые вироби, прикрасы, оружие. Но все это, на самом деле, руйнует контекст памятки. И потом на этой памятке работать очень сложно. И профессия грабежников, она своим коренем ходит в довольно давние часы, потому что, если мы с вами вспоминаем, даже скитский час, то больше скитских курганов, они пограбованы и пограбованы еще в часы, когда их как раз и насыпали. И сейчас, на жаль, это действительно проблема. Потому что мы должны делать так, чтобы каким-то чином охранять место, где мы работаем. Стоковским нам пощастило, потому что там высокий уровень культури у многих жителей. То есть, скажем так, там есть современное хозяйство, и они готовы охранять эту памятку. И они ее охраняют. Если бы этого не было, то никто не гарантует, что мы поехали из места раскопок, и туда не приехали другие люди, которые провели свои пошли, но немного другими методами. И наступного года мы приехали, и там уже ничего не осталось. Поэтому, действительно, это проблема, и эту проблему надо решить не только на законодательном уровне, но и, в принципе, изменять систему. Это довольно тяжело. Негативный, если это наша область, то самый резонансный пример, это Нечаева могила. Это не единственный памятник из курганов с киевской знати. Его называют, в принципе, царским курганом. И он действительно пограбованный. И остался грабежный хит. Курган высотой 18 метров. Но поскольку люди не знают, как искать, они пошли с самого верха. То есть 22 метра вглубь, это только попытка что-то найти. По-моему, мы в начале этого года, Александр Заказович. Да, это было очень резонансно, но дело в том, что даже полметровый курган, мы не знаем, какие тайные секреты он хранит. И грабительство курганов черными археологами, особенно вопиющие как раз южные районы области. То есть начитавшись, насмотревшись о золоте скифов, вот Апостоловский, Никопольский, Тамаковский, там памятники очень сильно пострадали. Вплоть до того, что загоняется техника, и ковшом экскаватора готовится грабительский ход. То есть что и как они хотят найти, непонятно. Но зато разрушают сам курган. Он ведь не насыпан просто, взяли лопатами и насыпали. Он сложен, как те же пирамиды, только из земляных валиков. То есть потеряется культурный контекст, как уже и говорил Александр. Разрушится целый памятник. В насыпи тоже очень много информации хранится. Ну что да, курганы – это беда. Еще есть вопросы? А каких вы нажили сейчас, когда коррестовали такие инфорты? Ну, от них не осталось самоназвания, к сожалению. Хотя нам тоже очень хочется знать. Поэтому обычно эти племена прячутся за названием археологической культуры. Или уже сейчас более такой объемлющие, корректные термины – времени. Вот есть явная культура, катакомбная, срубная культура археологическая. Одно время, получив много материала, исследователи объединили, допустим, катакомбная культурно-историческая сообщность или сообщество, или область даже. То же самое и с явной культурной областью, срубной культурной областью. Там существуют какие-то подкультуры. Вот в данный момент мы говорим о катакомбном времени и о культуре многоваликовой керамики, когда сосуды украшались валиками. Ну, вот так мы можем ответить на вопрос. И раноязычные племена, можем так сказать. Это племена скотоводов-кочевников той стадии кочевания, чтобы не умничать, когда полуоседлый, полукочевой образ жизни фактически перемещаются медленно за своими стадами. То есть кочевья медленно перемещаются, допустим, с летних на зимние пастбища. Скорее всего, у племен, которые сделали этот сосуд, был крупный рогатый скот. И тогда они ходили, скажем, за год от Херсонской области до Харьковской области. Вот это вот они сходили, вернулись. Вот такое кочевье было. Спасибо. Еще вопросы? Если больше нет вопросов, спасибо коллегам, спасибо гостям. Желаю встречи. Продолжение следует...